Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю историю, потом дадим комментарии. Здравствуйте, Галина! Давно подписана на ваш канал и причина подписки стала как раз знакомство с турком. И по прекрасной случайности нашла ваш канал, чтобы больше узнать о местном менталитете. Благодарна вашим блогам. Они помогают многим девушкам понять свои ошибки в общении и поступках. Очень нравится, как вы грамотно, логично, доходчиво говорите и информацию доносите. Видно, что вы девушка мудрая, профессионал в своем деле. Спасибо! Желаю вам успехов, здоровья, чтобы ваш канал стал популярным, помогал большему количеству людей, удачи и всегда будьте счастливы. Мне также хотелось бы поделиться своей историей и узнать ваше мнение о ситуации, потому что я нахожусь в замешательстве, не знаю, как лучше поступить. В начале зимы мы познакомились с турком в инстаграме, ему понравилось мое фото, и я решила ему написать. Стало интересно узнать его менталитет, пообщаться с человеком. Не сразу заметила, что у него было много подписок русских девушек, даже из моего маленького города. Потом он их убрал, всех написав, что я одна, ему интересно. Общение сначала было дружеское. С парнем мы общались через переводчик онлайн, потому что потом начали только изучать турецкий язык. Я начала изучать и узнала несколько основных слов для общения, но пришлось остановить обучение из-за обстоятельств. Со временем появилось больше симпатии друг к другу, общение переходило на другой уровень. Начались комплименты и потом признание в чувствах. Случайным образом я первая призналась, о чем жалею, потому что лучше бы мы продолжали общение как друзья, без отношений, на расстоянии. Он пригласил в гости в Стамбул этим летом и сказал, что может сам оплатить все затраты. Это меня удивило, потому что он только недавно закончил институт и устроился на нехорошую работу, что ему не нравятся условия труда и он хочет уволиться. Сейчас вроде бы в поиске новой работы. Я ему предложила разделить оплату отдыха, он отказался и предложил, чтобы я подготовила и оплатила только документы для перелета. К слову, я сама сейчас студентка, работаю, но деньги получаю небольшие, поэтому сама не против, чтобы за меня заплатили, хотя ему даже не понравилась эта идея, чтобы я оплатила аренду квартиры. Рассказал своим друзьям обо мне, хотел, чтобы я с ними познакомилась по видеочату, но это сложно, потому что я плохо знаю турецкий, поэтому они меня знают по его рассказам. Также его семья знает обо мне и он хочет познакомить меня со всеми ими, когда я приеду. Это странно, потому что я хочу сначала познакомиться и знать его получше, не спешить в отношениях, надеюсь, он мне будет этого делать. Тоже верно, кстати, я тоже не хотела сначала с какими-то друзьями и роднёй знакомиться, когда я его в реальной жизни ещё не видела. Первое. У него не было девушки ни разу. По его словам, я отношусь нормально, но заметно, что он неопытный в отношениях, хотя меня удивляет, что 21 год и у него не было ещё девушки. Второе. Его отношение к турецким девушкам говорит, что они требовательны и меркантильны. Третье. За последние два месяца парень пишет очень часто комплименты красивые, мечты описывает, темы планов на будущее. Мне надоело и скучно это обсуждать. Я предложила ему общаться на другие темы, но хватает всего лишь это на один день обсуждения, а потом то же самое. Он не спешит меня и он не слышит меня или не обращает внимания на мои вопросы. Мне кажется, что он слишком много мечтает и не думает, что мы живём в реальности вообще-то и получить всё сразу невозможно. Мне нравится, что у парня есть какие-то планы, он хочет осуществить их. Я, конечно, это встречала редко в мужчинах. Четвёртое. Уговорил, чтобы мы жили в одной квартире, когда приеду в гости, чтобы больше видеться и тратить меньше времени на проезд, транспорт до дома, где буду жить одна, если я буду снимать квартиру. Потому что я буду в первый раз в этой стране и не знаю город, он будет встречать меня из дома. В общем, сразу эта идея мне не понравилась и отказалась я от неё, но потом изменила мнение и сказала ему свои условия, что если между нами при встрече будет всё окей в течение недели, то можно будет пожить вместе, только в разных комнатах и без каких-либо приставаний. Парень согласился, но уверен, что я ещё изменю своё мнение. И пятое. Он давит на меня жалостью. Мне кажется, когда понимает, что я могу уйти из-за его поступков и таким образом пишет, что он очень любит меня, хочет сделать счастливой, просит прощения, что совершает ошибки из-за любви. Мне непонятно, какие ошибки вы тут мне написали. Ведь он старается ради наших отношений, встаёт рано утром, чтобы пожелать мне хорошего дня. Великое дело для отношений, встать рано утром, пожелать счастливого дня. Так себе, честно говоря, вложение в отношения. Проблема в том, что мне становится неинтересен человек. Чувства начинают сходить на нет. Поэтому получается, что я общаюсь с ним мало. И ссылаясь на усталость, мало времени на общение у нас получается. Парень чувствует что-то не так, спрашивает об этом. А я не знаю, как ответить. И говорю, что влюблена в него, конечно, но сама винию себя, что обманываю человека и в конце смогу сделать ему больно. Это очень терзает меня. В начале общения я вела себя с ним неправильно и была открыта в общении, а потом резко закрылась. Хотя лучше бы сразу держала дистанцию. Спасибо вам большое за ваш ответ, комментарии, подписчиков, которые могут мне помочь сделать выводы, принять решение. Давайте сразу то, что в конце было. Очень важная фраза, базовая. В начале общения я вела с ним неправильно и была открыта в общении. Вы, наоборот, вели себя правильно, по вашему ощущению. Это было неправильно, потому что он резко закрылась, потому что я напугалась. Лучше бы сразу держала дистанцию. Вы, в принципе, боитесь отношений, планов на будущее. У вас есть страх этого. И вы, когда начали общение и отношения, скажем, вот это вы чуть реально не виделись, но вам уже страшно. Вы сейчас пытаетесь соскочить с отношений. Вам хочется соскочить с отношений, но чувство вины вас пока что еще держит, чтобы не обидеть человека. Проблема, причина в том, не в парне, у него то, что там есть, да, не в его аморфности, что он непонятно в облаках витает, ничего серьезного. 21 год, вы еще такие молодые. И это, конечно, ничего там суперсерьезного, да, то есть это не мужик, который может что-то конкретное в будущем. Он просто об этом, он просто понимает и пишет, описывает, что может быть. В мечтах летает, а вас уже эти мечты пугают, приземляя, вы стараетесь его приземлить на землю и найти в нем что-то плохое, чтобы отказаться от этих отношений. На самом деле это ваш страх отношений. Вы боитесь серьезных отношений. Ну, во-первых, надо узнать почему, что причина, да, вашего страха. Это пример из прошлого, родители, еще что-то. Это только первый парень такой. Либо у вас были отношения, либо будут подобные, когда вы будете соскакивать, когда вам будут предлагать, или будет вообще просто иллюзия чего-то серьезного, развитие серьезного отношений. Вы уже бежите. И вы неправильно о себе думаете. Я должна была держать, я была слишком открыта, а надо было держать дистанцию. Нет, дело не в этом. Здесь немножко подлог такой введен, да, слов, игра слов. Когда мы начинаем общаться отношения, мы всегда чуть-чуть открываемся человеку, мы уже рассказываем о своих желаниях, приоритетах, планах на будущее. Как мы себя видим, из этого мы смотрим, подходим мы друг к другу или нет. И рассказывать о себе в отношениях, вначале быть открытой, как вы говорите, это нормально. Но потом закрываться и отталкивать человека, это вот это ненормально. И вы это делаете из-за своего страха серьезных отношений. Вот ваша проблема – страх серьезных отношений. Когда только запахло, замаячило, вы сразу закрылись. Вы перестали ему отвечать. Часто вы стали сторониться и так далее. Далее парень, да, он сам, в принципе, в нем есть это, он еще молодой, в нем есть некая бесперспективность в том плане, что у него очень много мечт, а по факту ничего он не делает еще. Он 21 год, вы о чем вообще? Только институт закончил. Но с другой стороны, это то время легкости. Это вы выбрали парня от такого возраста, который ничего дать и не может, ничего от него не... Он просто рисует вам картины красивые, словами, все. Ничего у него нет за душой. Он только в начале своего личного вот этого пути, карьеру строить и все такое. Поэтому вот честно, бояться прям, что он вас так замуж потащит, да некуда ему вас тащить. Он просто вам красиво все это описывает в интернете, вы даже еще ни разу не виделись. Но вам уже страшно, вы даже на встречу не готовы ехать, вы сковывает страх. Далее разбираем, как себя вести, советы какие дать. Честно скажу, вы можете сейчас обслуживать свой страх, не идти с ним на контакт, прервать отношения и так далее, и начать разбираться с собой, почему у меня есть этот страх. Я бы так, конечно, в здравом уме, здоровая психика, я бы такой совет дала. Правильно оставить эти отношения, не мучить парня, не ехать в Турцию, потому что вам это не надо. Потому что он, даже просто рассказывая о серьезном, вас уже пугает. А если вы увидите серьезное действие на встрече, вы тогда мальчику надежду дадите своим появлением. Зачем? Тратить деньги. Вы все равно оттуда потом убежите. Вы с ним в отношениях не будете. Вас вот знакомят с роднёй или еще что-то, у вас уже ступор и шок. Поэтому вы съездите, развлечетесь, но туда уже никогда не вернетесь. И это может быть парень, он видит на расстоянии парень. Вас заинтересовали далекие отношения, без перспективы будущее, трудные отношения к вашей проблеме. Это мог быть парень из России, из другого, из другого города, не знаю, не писали, с какой вы страны. В общем, на расстоянии. Не подпускать к себе, потому что у меня есть страх. Я боюсь разочароваться, я боюсь, что мне сделали больно. Или я не доверяю. Это базовая проблема недоверия, скорее всего, предательства. Вот. Так что я бы советов не даю, но я честно скажу, лучше парню душу не тревожить, расстаться еще до встречи, прекратить общение. Как вы это будете делать, что это ваше дело? Я не буду таких советов давать. Как хотите, съезжайте с этих отношений. Но правильно и более здоровый вариант прекратить общение и заняться собой. Возможно, психологом или читать какие-то на эту тему книжки поискать. Какие вы там загуглите. Я не знаю, какой у вас страх чего и как. Поанализируйте себя, поразмышляйте. Но факт в том, что мальчика лучше не тревожить. Это другая сторона. Менталитет, это деньги. Зачем давать ложную надежду ему, тратить какие-то средства и время, эмоции давать человеку? Если вы уже сейчас готовы закрыться, вы говорите, я не люблю, я уже сейчас занимаюсь угрызением совести, не знаю, как ему отказать. Отказывайте, не едьте. Вот честно скажу, чтобы человека просто не травнировать. Вот мой совет будет такой. И заняться собой. Своим ощущением себя, понятием, чего я хочу, что меня пугает. В общем, девочки, кто смотрит видео, может кто-то был в такой похожей ситуации, давайте свои комментарии, советы девушке. Направьте ее в нужном направлении. Она ваших комментариев и ждет, так она об этом и написала. Спасибо вам за внимание. Я всегда под видео оставляю в инфобоксе свою почту, куда вы можете написать такое же анонимное письмо для разбора, либо записаться на психологическую консультацию ко мне онлайн. Ставьте лайки этому видео, распространяйте в соцсетях. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев. Всем пока.